Здравствуйте, представьтесь и расскажите, как вам сегодняшняя презентация? Здравствуйте, меня зовут Мияла, мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, было достаточно креативно, интересно, так что, как-то так. С чем у вас ассоциируется имя Лолита? С сильной женщиной. Как вам женщина в 52 года? Вот мы наблюдали очень много эротических сцен, как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, мне нравится то, что она такая неординарная, но не такая, как все, и она не боится быть собой и самовыражаться, поэтому мне нравится она. А в своем творчестве как вы выражаете свою неординарность? Своих песнями, своими песнями, своими стихами, рифмами необычными. Естественностью я тоже стараюсь быть собой. Ну, не стараюсь, я просто, да, у меня тоже образ такой, который является, то есть я такая, какая есть, это и есть мой образ. Например, с какими композициями вы предлагаете ознакомиться зрителям? Своими? Да. Ну, сейчас вышла песня «Тайм», в ближайшее время выйдет песня, которая называется «Карусели» и «Сердце». Спасибо большое, предлагаю закружить вас зрителей. Это безгранично, мы пообщались, это не первая презентация Лолиты, которую я посещаю. Мне все очень понравилось. Какие ассоциации у вас возникают с именем Лолита? Женская сила, дерзость, смелость, красота. Как красоту и смелость вы показываете в своем творчестве? Я очень люблю эклектику, сочетание восточных и западных нот как в творчестве, так и в коллекции футболок, которую я сейчас создаю, с элементами принцессы Жасмин, которая смешана с моими образами с фотосессией. Вот, коллекция уже сейчас пользуется популярностью, при том, что она еще не вышла, и не анонсирована, и не презентована нигде, но тем не менее, уже более тысячи девушек счастливы носить футболки с принцессой Жасмин-Изабель, и также разделяют мою любовь к эклектике. Как вам пришла идея создавать эти футболки? Моя любимая принцесса? Жасмин, Аладдин, который, в общем-то, вдохновил меня на создание. Каждый раз, когда я смотрю диснеевские мультфильмы, у меня возникают новые ассоциации, я нахожу что-то новое, поучительное для себя. Кстати, рекомендую телезрителям обратить внимание на третий сезон мультика «Кунфо-Панда» by Disney, который очень-очень поучительный, очень мудрый, философский, наполняет действительно даже взрослых людей умными мыслями. Какие еще планы на будущее, кроме коллекции? Мечтаю открыть свой бутик, хотелось бы свой вкус передать людям. А так я работаю над альбомом с Александром Сахаровым, потрясающим музыкальным продюсером. Его новая песенка «Белая или красная» с винтажом сейчас набирает большую популярность. А мы с ним делаем песню «Танцевать», которая тоже набирает популярность. Недавно сняла клип с Сережей Греем. Надеюсь, ваши телезрители тоже ознакомятся и потанцуют мамам вопреки. Спасибо большое, творческих успехов вам! Вам большое спасибо!